Доброе утро, уважаемые телезрители! Вас приветствует муниципальное телевидение города Янаула. Сегодня пятница, 20 января. Таковы журналистские дороги, что они всегда ведут к человеку, труженику, к его насущным делам, к проблемам. Увы, в сельском хозяйстве этих проблем пока предостаточно. И дел, как известно, не только в привыкших ко всему трудностям в руках крестьянина, но и во всей системе сельского хозяйства. Труд колхозника связан со многими отраслями перерабатывающей промышленности. И от того, насколько они четко действуют, зависит конечный результат. Нет на прилавках масла, значит, низкие надои. Не стал мяса, значит, также проблемы в тех же совхозах колхоза. И так прошел год. Для многих сельчан он был нелегким. И хотя основная масса хозяйств справилась с выполнением плана, сделать это было непросто. Наш путь прилегал к колхозам и не парижской коммуны. Здесь везде свои проблемы в животноводстве. Пятый год. Ну, у работников сельского хозяйства тоже с начала Нового года появились новые заботы. До них доведены новые планы. А вот расскажите, пожалуйста, как у вас дела обстояли с выполнением планов 95-94 года и по мясу, и по молоку? Так, за 94-й год нам было доведено планов по продаже мяса 1700 сетнеров, по молоку 9500 сетнеров. Колхозники нашего колхоза эти задачи исправились. И справились хорошо, я считаю, потому что план сдасти молока мы выполнили на 1 декабря и перевыполнили составило 102%. Вместо 950 сетнеров сдали 9862 сетнера. Также по продаже мяса работали, я бы сказал, удовлетворительно. Место 1700 сетнеров сдали государству 1800 сетнеров. И перевыполнение составило 106%. Ну, в течение года, конечно, у нас были проблемы по производству мяса. Мы давали отставание по итогам 9 месяцев и по производству мяса КРС, крупного рогатого скота, и также по производству мяса свинина. Ну, к концу года мы по производству мяса крупного рогатого скота вышли на уровень, даже перевыполнили. И этим перекрыли даже то, что было недовыполнение по производству мяса по свинине. Скажите, почему же у вас проблемы возникли именно со свининой? Что свиноводчество, это невыгодно, да? Нет. Сегодня отрасль свинина выгодный отрасль. Я считал бы это в свое время. Конечно, невыгодный отрасль был. Из-за этого мы в 92-м году даже шли на сокращение поголовья. Ну, потом государство нам уже другие свинины назначило, и из-за этого мы начали наращивать свинину. Но, все-таки, когда выпускаешь свое время, трудно быстро наращивать. И потом еще сложились тут свои объективные причины нашей недоработки, я бы считал. А недоработки, по мнению Назира Карамовича, заключались в следующем. Одно время в хозяйстве по каким-то причинам допустили падеж и недополучение приплода. Конечно, это прямые недоработки ветеринарной и из-за технической службы. Ушедшего на пенсию очень опытного, умелого заведующей фермы сменили другим, который, проработав на ферме всего два месяца, умудрился развалить всю эту отрасль животноводства в хозяйстве. Сейчас уже за фермой сменен, здесь работает молодой, энергичный сабийца адыков, но дело уже сделано. Конечно, падеж сейчас приостановлен, сменены и главный ветеринар, и главный зоотехник. Но только ли в смене специалистов дело? Побывав на свинотоварной ферме, конечно, можно понять, что не только в этом причины. Проблемы кроются в самых простых истинах. Здания от кормочного отделения, к слову, очень и суровые, грязные и темные. В родильном отделении гораздо светлее, теплее. Но падеж почему-то все равно допускается. В этом мы убедились и сами. Здесь же на виду лежал и дохлый поросенок. Конечно, знатные свиноводы знают, за маленькими поросятами нужен тщательнейший уход. А в то время, когда мы побывали на ферме, это было около 10 часов утра, здесь не было ни одного животновода. То, что может произойти здесь днем, все это безведомо работников фермы. Правление колхоза Также и работников животноводства на этой отрасли. И работников вызывает служба. Тут, конечно, большая вина, есть ветработников и зоотехника. В чем именно эта проблема заключается? Ну, проблема в том, мы недополучили планового поросят. Поросят не получили. Из-за этого у нас и допустили также на этой ферме падеж, падеж, отход допустили, если так правильно выразиться. Из-за этого у нас вот такие там сложились обстоятельства. Ну, на сегодня, конечно, мы работаем в этом отрасли. И, я бы сказал, платно и занимаемся. Из-за этого пришлось даже некоторых специалистов распрощаться. Сняли главного зоотехника, назначили другого, более ответственного товарища. И также пришлось устранить работу заведующего фирмы тоже. Заведующего фирмы. Ну, сейчас там тоже работает молодой специалист. Молодого человека поставили. Человек сейчас относится добросовестно к своей работе. И вот по итогам январь, месяц декабрь, мы уже довольны работой этого коллектива. И ждем поправок, конечно. К концу года, я думаю. Ну, это, конечно, за день, за два, это положение не поправишь. Но в течение года мы думаем, поправим и выйдем на уровень 94-го, даже 93-х годов. Значит, упущения в работе устранены, и виновники наказаны. И есть надежда на то, что планы как квартальные, так и годовые 95-го года будут выполнены, да? Ну, вот столько я вот работаю, подписателем данного колхоза, три года. Вот мы планы, то, что нам доведены были, никогда не срывали. У нас нет такого настроения, чтобы дальнейший план, чтобы то, что доведенные планы, мы ежегодно выполняли и будем выполнять. Недоработки из зоотехнической ветеринарной службы, по словам Назира Карамовича, устраняются. Были закуплены медикаменты, проведена витаминизация животных. Есть надежда, что смена специалистов также принесет свои положительные результаты. На 17 января хозяйством сдано 150 сантиметров мяса. Квартальный план, заверил председатель колхоза, будет выполнен. Казалось бы, вопрос исчерпан. Падеж приостановлен, план выполнен. Но есть над чем задуматься руководству колхоза. Не лишне сделать соответствующие выводы и ветеринарные станции района. Наверное, в случившемся есть и доля их вины. Вот такими проблемами живет сегодня колхоз имени Парижской коммуны. Так же, как и другие. За выполнением годовых квартальных планов стоит кропотливый ежедневный труд, может быть незаметный глазу горожанина. Пройдут годы. Наверное, будут механизированы многие трудоемкие процессы. Но труд крестьянина, того, кто кормит нас с вами, всегда будет нелегким. Дорогие мои телезрители, по независимым от студии телевидения обстоятельствам, передача 13 января текущего года вышла в эфир со звуковыми помехами. Работники Янаульского ретранслятора занимаются над их устранением. И поэтому мы повторяем интервью с заместителем председателя Янаульского городского совета Фикусом Нурихановичем Карамовым. Фикус Нуриханович, 5 марта в республике очередные выборы. Скажите, пожалуйста, в какие органы мы будем выбирать депутатов? Выборы в этом году у нас состоятся именно 5 марта, потому что именно 5 марта истекает полномочия депутатов всех уровней. 5 марта мы будем избирать депутатов сельские советы, городские районные советы и наш высший законодательный орган Государственное собрание. Государственное собрание формируется в соответствии с Конституцией Республики Башкорстан. Вместо ныне действующего Верховного Совета это будет парламент, двухпалатный парламент, состоящий из двух палат. Верхняя палата будет называться палата представителей, нижняя палата – законодательная палата. Ихние функции, если коротко сказать, исходят из их названия. Законодательная палата, его основная функция – это принятие законов, разработка принятия законов, а палата представителей представляет интересы каждого региона. В палату представителей будет избрано по два депутата от каждого района, от каждого города, независимо от величины, независимо от количества избирателей. А в законодательную палату будет избрано 40 депутатов, которые будут работать на постоянной основе. В настоящее время образованы избирательные округа по всей территории нашей республики. По выборам палаты представителей в нашем районе образован Яновольский избирательный округ номер 26, а в законодательную палату образован Буйский избирательный округ номер 30, куда, кроме нашего района, входят еще Татышлинский и Катазинский районы. Вот коротко. Если говорить про городской совет, полномочия городского совета приблизительно остаются то же самое. Единственное изменение, количество депутатов сокращается. Как вам известно, в последнюю сессию было принято решение установить количество мандатов для будущего совета в количестве 43 депутатов. Исходя из этого требования сейчас определены округа по району, но здесь есть некоторые вопросы из-за того, что из-за уменьшения количества округов сами округа они сейчас увеличиваются. И при том закон требует, чтобы каждый избирательный округ был приблизительно равным по количеству избирателей, чтобы границы избирательных округов и избирательных участков не пересекались и избирательные округа не имели обособленной территории. Вот по этой причине отдельные населенные пункты в некоторых сельских советах оказались в разных избирательных округах. Но это не означает, что жители этих деревень будут голосовать скажем ездить куда-то в сторону они будут голосовать у себя будут образованы дополнительные избирательные участки на днях список этих участков предъявим госсовета должен утвердить и в газетах будет напечатано. Вот это особенности городского совета. По сельским советам по закону количество депутатов в сельских советах определено от 5 до 15 конкретное количество депутатов устанавливает сам совет. Сейчас практически во всех сельских советах прошли сессии и эти количество они сами у себя установили. Других там изменений в законе принципиальных изменений в законе особо нет. что можно сказать по первому вопросу. Скажите пожалуйста кто имеет право выдвигать депутаты и какие имеются требования закона к выдвижению депутатов? правом выдвижения кандидатов депутаты в государственные собрания в обеи палаты предоставлено избирательным объединением и группам избирателей. под термином избирательное объединение поднимаются политические партии общественные движения которые зарегистрированы в нашей республике где в уставах написано что они обладают правом заниматься выборами. Группы избирателей это собрание избирателей количеством не менее ста по месту жительства по месту работы по месту учебы. При регистрации каждый кандидат или инициативная группа избирательное объединение представляет окружную избирательную комиссию следующие документы. Первое это выписка из протокола в движение. В этот протокол прилагается список не менее ста избирателей которые проголосовали за выдвижение данного кандидата. В этом списке указывается фамилиями отчества избирателя место жительства и паспортные данные. И выпуска из протокола должен быть заверен представительным органам власти. Здесь у нас городе это городской совет заверяет сельскими сельскими советы. Далее каждый депутат должен собрать подписи не менее 5% избирателей данного округа. Для нашего района эта цифра чуть более 1700 это по выборам палату представителей а по выборам заграндательную палату вот из трех районов где-то 3500 3600 подписей необходимо собрать. В подписном листе указывается фамилия инициала избирателя год рождения адрес паспортные данные и каждый избиратель лично подписывается. При этом надо отметить что каждый избиратель имеет право подписываться в поддержку любого количества кандидатов. Тут ограничений нет. И следующий документ это согласие самого кандидата баллотироваться по данному округу. Пребязательно такие же требования по выдвижению кандидатом депутата городского совета изменения тут количество избирателей которые должны участвовать в собрании там было 100 избирателей а здесь 50 достаточно 50 избирателей которые проголосовали бы за выдвижение и сбор подписей 1% от числа избирателей данного округа для нашего района это цифра где-то 8 9 10 не более здесь надо отметить чтобы все конкретно поняли выдвижение может быть по территории района вот в любом населенном пункте независимо от места жительства любой житель нашего района любой округ может выдвинуть кандидата но сбор подписей производится только в том округе куда выдвинут данный кандидат здесь ошибки не должно быть сельские советы там количество избирателей которые имеют право выдвигать установлено 10 человек не менее 10 а сбор подписей поддержка кандидата законом там не предусмотрено Фикус Агитация при нынешних выборах Агитация за выдвижение конкретного кандидата депутаты разрешается только после регистрации окружными сельскими районными избирательными комиссиями при этом кандидатов депутаты государственные собрания могут использовать средства которые будут специально выделены из бюджета свои личные сбережения и пожертвования физических юридических лиц но эти пожертвования законом они ограничены по сумме точно установлены сверх этого ни юридические лица ни физические лица не имеют права расходовать какие-либо средства и при том каждый кандидат должен образовать свой избирательный фонд и все эти средства должны быть израсходованы только через банки и после выборов каждый кандидат должен предоставить финансовый отчет избирательную комиссию если кандидат по неуважительной причине снимает свою кандидатуру до выборов то часть понесенных средств расходов из бюджета данный кандидат должен возместить для проведения агитационной работы для депутатов городского уровня сельского уровня допускается использование только средств из бюджета здесь уже никаких личных сбережений пожертвований физических юридических не допускается и по закону никакой наглядной агитации и вообще агитации в день выборов не допускается и за 10 дней до выборов не допускается опубликование общественных вопросов результаты общественных вопросов вот такие требования я расскажите пожалуйста как будут подводиться итоги выборов выборы вообще будут считаться состоящимися как сельские советы городской и законодательный уровень если количество действительных бюллетеней окажется более 35 процентов практически это означает если в выборах примут участие ну где-то 37 38 для надежности 40 процентов избирателей значит выборы будут считаться состоявшимися кандидат считается избранным если он получил наибольшее по отношению других кандидатов количество голосов повторных выборов повторное голосование по этим вот законам здесь уже не предусматривается но если альтернативы безальтернативные вот в каких-то вокруг может оказаться безальтернативные альтернативные выборы здесь уже практически получается что каждый кандидат должен собрать голоса не менее 50 процентов в других случаях простое большинство не менее чтобы не менее ниже не менее уважаемые телезрители вы видите церемонию открытия международного конкурса Дуслых Джирэ 95 который состоялся в городе Нефтекамске ПЕСНЯ 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 На сцену приглашаются конкурсанты и лауреаты ежегодного конкурса, ставшего уже традиционным. Музыква Екес, қабырлы дұстар! Полную армады жер нұндарына, сиккет мухабетестері бөтті АҚЛА-дерге елейбі. Мөбірек бұлған жер байрамы. Хуш келдер ер, қабырлы дұстар! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА